Визит у глав крупных государств всегда сопутствует серьезные ограничения в передвижениях по городу, и визит президента Обамы не может стать исключением. Так, например, столичный аэропорт убедительно рекомендует запастись дополнительным временем и предостеречь себя от проблем с вылетом. И хотя сбои в регулярных рейсах не предусмотрены, они все же возможны. Поэтому в аэропорт стоит постараться приехать и зарегистрироваться чуть раньше обычного, а также стоит следить за информацией о вылетах в реальном времени на страничке аэропорта или непосредственно на месте. Вопрос времени коснется не только авиапассажиров. Паспортный контроль возобновится на всех границах страны и сохранится для полуночи 4 сентября. Гражданам Евросоюза для передвижения в шенгенской зоне будет необходимо иметь при себе как минимум ИД-карту. Всем остальным – паспорт. Повлечет за собой визит Обамы и изменения в движении общественного транспорта. В городе будут расставлены патрули регулировщиков, организовывающих транспортное движение, которое местами может быть затруднено. Уже завтра, начиная с 17 часов, в центре Таллина ожидаются остановки движения, которые повлекут за собой сбои в графиках общественного транспорта. Всем водителям стоит обращать внимание на временные дорожные знаки, которые начнут устанавливать сегодня вечером. Но 3 сентября жителям и гостям столицы надо быть готовыми к большим проблемам. Хотя по пути президентского кортежа трассы будут перекрываться, не более чем на 15 минут делаться это будет в различных местах, что, скорее всего, полечет за собой дорожные пробки. Поэтому каждый человек должен предварительно рассчитать временной интервал, за который он может добраться до места назначения. В теории можно добраться до любого места, но, как показывает практика, сделать это будет нелегко. Да и лучше по возможности вовсе избегать центра города. Продолжение следует... Маршрут на остановке Тынис Мяге рядом с церковью Карлем. Меры безопасности, которые будут предприняты, уже названы беспрецедентными. Однако у жителей нашей страны уже есть опыт встречи высоких гостей самого разного уровня. Достаточно назвать президента США Джорджа Буша или королеву Великобритании. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова